С 12 мая в Подмосковье действует масочный режим. Как его соблюдают люберчане в общественном транспорте, проверили сотрудники полиции совместно с жилищной инспекцией и госадом технадзором. Посмотрите, пожалуйста, есть у вас в продаже маски для пассажиров? О, как? Теперь карта стрелка не единственное, что нужно для проезда на общественном транспорте. Нет маски? Будьте добры, приобретите ее у водителя, иначе поездка для пассажира не состоится. Есть ли в наличии средства защиты и все ли соблюдают масочный режим? Участники РИДА проверили на станции Люберцы-1. Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева от 12 мая 2020 года, все пассажиры общественного транспорта должны передвигаться в средствах личной защиты. Это маски и перчатки. На первый раз нарушителей масочного режима только предупреждают. Просят приобрести средства защиты и не пускают без масок в общественные места. При повторном нарушении протокол об административном нарушении и штраф. Рейд на транспорте показал. Люберчане ответственно отнеслись к нововведению. Правда, у каждого на это свои причины. Потому что такой закон. Боюсь заразиться. Только из-за того, что штраф ввели, если честно. В общественном месте можно одеть, где их большое скопление людей, а на улице, я считаю, когда идешь один, можно и без маски подышать. Параллельно с мониторингом средств защиты в автобусах и маршрутках. Под прицел инспекторов попали и пешеходы. У Люберчана они проверяли наличие QR-кодов. Совместно с сотрудниками с полицией проводим рейды. Соответственно, пропускной режим проверяем. В случае нарушения пропускного режима в отношении физического лица составляется протокол. А в таком случае не обойтись без штрафа. Нарушение пропускного режима ударит по карману в размере 4000 рублей.